Привет, друзья! Всем привет! С вами Ирина и Амир. Друзья, сегодня наш последний день в Гоа, и я не хочу идти в Дели, потому что здесь везде чистая, красивая и пляж, конечно. Кто хочет уйти отсюда? Очень жаль, что наше время в Гоа закончилось так быстро, что пора уже возвращаться обратно в Дели. Я полностью согласна с Амиром. Отсюда не хочется уезжать по многим причинам. Во-первых, здесь прекрасная природа. Во-вторых, здесь очень чистый воздух, которым можно дышать и дышать. И здесь такое спокойствие и вообще атмосфера в Гоа абсолютно другая. И плюс, если вы сравните Гоа с другими местами в Индии, это абсолютно два разных мира. Гоа — это как вот мир внутри мира. Здесь всё другое. Здесь люди другие, здесь отношение к тебе другое. И здесь будто бы ты попадаешь в какую-то нирвану, что ли. Отсюда просто не хочется уезжать. Я думаю, приехав сюда один раз, вы захотите возвращаться снова и снова. Прекрасное место. Что сказать? Да, что сказать, друзья. Гоа — это другая Индия. Да, Гоа — это другая Индия, поэтому многие туристы, которые приезжают сюда, думают, о, мы были в Гоа, мы видели всю Индию, но это не так. Гоа — это штат, в котором абсолютно другой мир. Здесь другие правила. Здесь на вас не смотрят, как на белую обезьяну, извините за выражение. Не как в других, допустим, каких-то штатах, если вы едете путешествовать. Здесь всё течёт и идёт плавненько. Никто никуда не спешит. Нет никакой суеты и суматохи, как в Дели. Нужно куда-то бежать, что-то делать, везде шум, гам. Здесь в спокойствии. Да, это Гоа. Да, это Гоа, друзья. Решили сократить путь к морю и идём не по главной дороге, а по маленьким таким узким тропинкам через дома местных жителей. Здесь, кстати, и квартиры тоже сдают, но они не в очень хорошем состоянии. Вот видите, прям вас хаос, ну и так далее. Ну да, некоторые индийцы приезжают и тут тоже живут. Даже здесь, прямо на берегу моря, можно арендовать скутер. Я вижу море. Как отсюда не хочется уезжать так быстро? Вообще, если бы работу Амира всегда перевели на удалёнку, что работайте из дома, то можно было бы сюда приехать и снимать здесь жильё. И жить здесь, прямо недалеко от моря. Каждый день ходи и наслаждайся такими прекрасными видами. Здесь я уже которое утро замечаю, когда вы просыпаетесь, вас встречают пением различные птички. И одни, и другие различными голосами своими поют. Это так приятно. А в Деле у нас всего вороны да воробушки, больше никого нет. Сегодня хотим захватить день по максимуму, так как у Амира ещё и работа сегодня. Нужно будет найти, где ему работать, где, так сказать, будет импровизированный офис. Поэтому вот пришли сейчас рано утречком. И посмотрите, какая красота. Вообще на пляже практически никого нет. Шаки только-только открываются. Я думаю, они даже ещё и не начали, может быть, работать. И какое у нас море красивое. Да, вода подошла очень близко к берегу, но посмотрите, какая это красота. Матушка природа – это наше всё. Нет ничего лучше пейзажа, который нарисован самой природой. Сейчас мы идём в направлении к пляжу Синькварим. Это там, где находится старая крепость. Мы уже показывали в одном из наших видео. Вы можете посмотреть. И что я вижу? Здесь уже купаются, плескаются все индийцы. Вот как интересно. Днём и вообще после 11 они все избегают выходить на улицу. А утром и вечером их полным-полно. О, как замечательно! Я думала, что на нашем пляже не убирают социальные службы. А здесь тоже я вижу, что пляжи убирают, чистят своими граблями. Молодцы, ребята, молодцы! Если посмотреть утром, то пляжи достаточно чистые. Никакого мусора не валяется, ничего. Конечно, когда уже обед, к вечеру здесь валяются и бутылки различные. Можно найти всё, что угодно. Но это люди сами загаживают свою природу. А утречком пляж просто чистый. Какая красота! Такое ощущение, что мы люди лишние на этой планете. Потому что мы только её губим, губим и губим. Сейчас я проверю, как вода утром, потому что каждый день мы приходим сюда 11-12 часов. И сейчас это очень рано. И давай попробуем, как вода сегодня. Может быть, она очень холодная. Да, и очень сильный свет. Друзья, вода не очень холодная, это приятная. Не как когда мы приедем в воду, это чуть-чуть тепло. И сейчас нормальная вода. Ну, я думаю, что одно удовольствие поплескаться в воде и утром, и вечером, в любое время. Да. И сейчас не буду плавать, потому что мне уже надо работать сегодня. Так пусто, очень мало людей. Мне нравится, когда немного людей. Я хочу, когда мы приезжаем сюда, чтобы здесь будет мало людей. Когда мало людей, пляж выглядит более чистым, что ли. Но очень красиво. А если прийти сразу после рассвета, то, наверное, здесь вообще никого не будет. Да, это красота. Мы хотели позавтракать в Ашаке, но здесь очень мало Ашаке работает утром. Они все открываются где-то к десяти часам, к одиннадцати. Так что посмотрим, какие места работают, начинают работать с раннего утра. Да, мы знаем вот одно место, Доменго Гру, но мы там уже очень часто завтракали. Хотели попробовать что-то другое. Посмотрим, что еще, какие еще места предлагают хороший завтрак тут. Несколько раз проходили мимо этого магазина, и я думаю, дай-ка я загляну. Мне здесь так приглянулись сумки, которые стоят на витрине. Конечно, это все копии, но здесь они выглядят отлично. Я думаю, что некоторые не отличить. Мне так понравилась эта сумка. Понятное дело, что она не оригинал. Здесь не только продают сумки, здесь очень много украшений из серебра с камнями. И, кстати, цены достаточно приемлемые. Я вам показывала на Яшван Плейсе в Дели, цены хорошие. Думала, что тут из-за того, что туристический район, будут все продавать дороже. Ну нет, сейчас вот опять-таки посмотрела браслетик. Этот браслет мне очень нравится. Я потеряла приблизительно такой же, только больше. И его продают только за две тысячи рупий. То есть вы можете торговаться, и я думаю, вам хорошо уступят. Я вот не знаю, если бы у меня было сто тысяч рупий, я бы, наверное, весь магазин тут скупила. Разный дизайн сумок. И сейчас, так как не особо много туристов, все эти сумки предлагают за полцены. И здесь также есть не только темные, но и светлые. Вот, допустим, сумка Прада беленькая, какая красивая. И примечательно то, что они все внутри выполнены тоже, как и оригинал. Вот эта вот вообще такая симпатичная сумочка. Вот, тканевая, очень красивая. Также мне очень понравилась эта сумка Прада. Она и внутри сделана очень хорошо. То есть полностью отделка, как и оригинал. Но эти сумки, наверное, больше подходят для прибрежных районов, где жарко, где солнышко. Сумок здесь полно. Если вы сторгуетесь, то вам за две-три тысячи продадут любую сумку. Но зависит, конечно, от размера. Так что, если хотите здесь пошопиться, то нужно дополнительно взять денежку. Но здесь хорошо уступают. Друзья, сегодня у меня работа, и я работал весь день. Уже устала. И сейчас хочу гладить. Отдохнуть немножечко, да? Ну, а ты отдохнешь, а потом все равно придется работать. Ну, по крайней мере, не нужно уже сидеть в этой комнате. Можно работать прямо с берега моря и насладиться последними мгновениями моря. Я надеюсь, что мы успеем дойти до берега моря, до захода солнца, чтобы еще раз взглянуть на эту красоту. Сегодня решили не сократить путь идти какими-то маленькими тропками, а пройти по большой дороге, где находятся торговые ряды, которые ведут прямо к пляжу Кандалима. В целом, это не сезонная кукуруза, и здесь сезон есть, поэтому мы решили купить одну кукурузу. Сейчас мы возьмем две кукурузы, и здесь стоят 40 рублей за день. Они сейчас ее жарят, и потом добавляют специи и лимон. Да, но я люблю без специй, без лимона, я просто ее жареную ем. Вот так. Вкусно. Друзья, посмотрите, вот это наша кукуруза, это жареная. Так вкусно пахнет. Да, очень вкусно. Это сладкая кукуруза. К вечеру здесь народу прибавляется, если днем здесь индийских туристов днем с огнем не сыщешь, потому что они все прячутся от солнышка, не хотят загорать. Но к заходу солнца все бегут на пляж, чтобы посидеть, отдохнуть и посмотреть, конечно же, на море и на уходящее солнце. Друзья, сегодня в индийской новости они сказали, что в Индии будет сильный шторм, и сейчас посмотрите, на море очень сильный. Пока что это не шторм, просто очень сильные волны. И посмотрите, какой прилип. То есть все эти дни вода не доходила до шагов, до ресторанчиков, кафешек. А сейчас вода буквально доходит до них, потому что очень сильный ветер. Сейчас мы снова решили заглянуть в одно из наших любимых мест. Это Франциско Шаг. Здесь уже включили иллюминацию. Очень красиво, атмосферно. И играют вот в этом шаге именно всегда хорошую музыку. Ну а Миру не до музыки, потому что он продолжает свою работу. Сидит вот такая вот она работа из дома. Офис может находиться где угодно, даже с видами. Вот и закончились наши летние гуанские каникулы. Как жаль. Да, время очень быстро пришло. Мы не узнали. О, уже закончили. Наши две недели пролетели как одно мгновение. Ну что поделать, наши чемоданы уже готовы. И сейчас мы отправляемся в аэропорт, чтобы лететь в Дели. Да, друзья, увидимся в Адели. Я надеюсь, что вам понравилось путешествовать и отдыхать с нами на Гоа. Мы вас всех очень любим. Увидимся уже в Дели, в новых выпусках. Всем пока-пока, друзья. И не забывайте, ставьте лайки тоже. Пока. Пока. Пока.